Сфера торговли меняется стремительно. Успешных продаж можно добиться лишь моментально реагируя на интересы покупателей. Для этого требуются в том числе и новые инструменты. Поэтому сегодня в торговле появляются специалисты, которые знают, как привлечь аудиторию. Хамоватую даму с голубыми тенями за прилавком уже не встретишь. Сегодня продавец — это лицо магазина, а оно должно быть как минимум привлекательным. Более того, в обязанности нового специалиста входит не только выдача товара с витрины, но и консультирование покупателей. Подход к каждому покупателю, к ребенку, понять, какой ребенок, что его интересует, и, соответственно, подобрать подходящую для ребенка игрушку. Продавец-консультант должен иметь хорошую речь, разбираться в психологии, быть доброжелательным и коммуникабельным. Еще одна новая профессия в торговле — дизайнер. Именно этот специалист отвечает за концепт магазина или торгового центра. Его задача — создать пространство, из которого не захочется выходить. Вообще у меня мечта есть — сделать витрины настолько привлекательными, чтобы дети останавливались, и их было трудно оторвать от витрины. Мечта такая. Дизайнер разрабатывает стиль витрин, создает привлекающие внимание объекты, оформляет творческие площадки для покупок и отдыха. Мерчендайзинг в России начали активно внедрять в начале 2000-х, когда стало понятно, что покупатели обращают внимание на то, как представлен товар в витринах. И, кстати, первыми эту профессию освоили не супермаркеты, а розничные продавцы, которые были заинтересованы в том, чтобы красиво выложить товар и привлечь клиентов. Работа интересная, творческая, креативная. На самом деле мерчендайзинг — это наука о том, как заставить человека купить. Но мы все-таки считаем, что это еще и создание приятной, дружелюбной атмосферы в магазине. Одним из принципов мерчендайзинга является комплексность покупки. К примеру, на соседних стеллажах с портфелями обязательно будут мешки для обуви и концтовары. Родители школьников точно обратят на это внимание. Следующая хитрость — булочная выкладка. Каждый бренд представлен на отдельной витрине и обязательно в разной цветовой гамме. Еще один прием — зоны импульсных покупок. Это, как правило, кассы. Вся выкладка на кассу, она преследует собой цель, то есть увеличить среднее количество покупок и в то же время напомнить о каких-то мелочах, о которых могли забыть. СММ-специалист сегодня есть в каждой уважающей себя организации. В сфере торговли такие люди тоже крайне востребованы, поскольку большую часть информации о товарах и услугах потребители получают как раз из социальных сетей. СММ — это маркетинг социальных сетей. Он направлен на то, чтобы потенциального покупателя привлечь в наш магазин. СММ-специалист занимается продвижением бренда, компаний или мероприятий, разрабатывает акции с учетом потребительского спроса, а также рассматривает жалобы и предложения. Айти-специалисты — люди незаменимые в эпоху гаджетов. В их руках все компьютерное обеспечение. Они же обслуживают и различные технические новинки, которые также должны привлечь покупателей. Хороший день, хорошие беседы. Как ваши дела? Хорошо. Ну, это хорошо. У меня тоже все отлично. Сотрудник Робик в данном случае выполняет функции ивент-менеджера. Это еще одна новая профессия в сфере торговли. Такие специалисты имеют только одну задачу — поднять клиенту настроение, чтобы он с удовольствием вернулся сюда снова.